Продолжение следует... Спустя 60 лет предсказание сбывается. Поля сои в Притамбовье уборочная. Прямо на ходу оператор выпрыгивает из кабины, но сбор урожая продолжается. Никакой магии. Все дело в электронной системе. Это разработка крупной отечественной компании. Специальные датчики установлены как внутри кабины, так и на колесах комбайна для того, чтобы управлять машиной во время поворота. Все это позволяет добиться такой точности в работе комбайна, что погрешность составляет всего 2,5 сантиметра. Тогда как даже у профессионального механизатора это обычно раз в 10 больше. Нехватка рабочих рук в последние годы ощущается все больше, признается руководитель одной из тамбовских агрофирм. В этом году компания приняла в штат два таких комбайна, оснащенных умной системой управления. С их помощью уже намолотили 40 центнеров с гектара зерна. Теперь очередь сои. Полного доверия к системе еще нет, опасения еще пока есть. Но в любом случае у него больше возможности сосредоточиться на контролях режима работы комбайна, на контроле жадки. И меньше отвлекаться непосредственно на ведение комбайна по полю на управление. Оператору уже нет никакой необходимости контролировать скорость. Скорость за него контролирует комбайн самостоятельно, ибо датчики и сенсоры, которые находятся перед... Вот сейчас Игорь вышел перед комбайном, и комбайн снова осуществил остановку. Впоследствии разработчики планируют усовершенствовать систему, чтобы машина не останавливалась, заметив препятствие, а объезжала его. Также в перспективе должна появиться возможность установки цифровых систем на сельхозтехнику разных производителей, а не только на фирменные машины. Беспилотные Теслы и прочие машины – это, наверное, вопрос еще достаточно далекого будущего, потому что дорожная обстановка такая, знаете, очень непредсказуемая, слишком много объектов. Здесь чисто поле, здесь, ну, в принципе, вот только даже, если какой-нибудь одинокий тамбовский волк или лось выйдет к комбайну, и то он остановится. И мы уже эту задачу решили. Но впереди еще очень большой путь для того, чтобы автоматизировать полностью все процессы. Перспективу применения беспилотной сельхозтехники на полях Тамбовской области сегодня оценивают довольно высоко. По словам специалистов, это увеличит производительность труда в условиях снижения численности населения и сокращения объемов инвестиций, что, увы, характерно для мировой экономики. Разработчики умных систем обещают, уже через пять лет никто не будет удивляться трактору, в котором нет водителя. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Александр Щеднов. Область новостей.